Классический вид царского села изменился. Раньше на любой открытке можно было увидеть знакомое сочетание голубого неба с голубыми же фасадами Екатерининского дворца. Теперь фотографов наверняка заинтересует новая, драматичная картинка. Яркий дворец на угольно-черном фоне. Сегодня включили художественную подсветку музея. Алексей Кобылков первым снялся на память. Сегодня в 7 вечера в царском селе неожиданно стало светло. Правда, не то чтобы очень светло, не то чтобы во всем царском селе, а только у Екатерининского дворца. Три года здесь готовили этот проект художественной подсветки. Вот, наконец, сегодня вечером дворец засиял всеми красками. Объясняя, почему к этому так долго шли, в Екатерининском дворце говорят, что он как-то все время был летней резиденцией. Зимой сюда императорская семья особенно не приезжала, да и туристов вне сезона до последнего времени было значительно меньше, чем в летние месяцы. Возможно, эта ситуация изменится теперь, когда дворец можно будет посмотреть не только днем, но и ночью. Подсветка будет работать в соответствии с графиком горения наружного освещения, которое утверждается на межведомственной комиссии. Вот на сегодняшний момент это освещение включается около 7 часов, отключается в районе 9 часов утра. Всего здесь установлено 193 светильника. Большая часть направлена на фасады. 22 освещают купола дворцовой церкви, а еще 17 кронодеревьев. Конечно, есть масса разных вариантов художественной подсветки, но в данном случае дворец решили подсвечивать только с земли ровным теплым светом. Существуют различные варианты подсветки фасадов с земли, но мы выбрали такую, которая не создавала бы никакой новой реальности, не создавала бы никакого нового образа, а такую, которая бы сохранила образ, созданный архитектором расстреля в его полноте и целостности. После начала торжественной церемонии музыканты духа оркестра и барабанщицы разошлись, что неудивительно, потому что на улице холодно. А вот Екатерининский дворец так и остался освещенным, и любоваться на него можно теперь хоть до 9 утра. Алексей Кобылков о художественной подсветке Екатерининского дворца.